Всем привет! Вы смотрите канал Электромотор и сегодня мы с вами будем распаковывать и смотреть обзор на бензопилу компании торговой марки Белмотор модели БП-5201. Давайте посмотрим, что находится внутри и уже более подробно будем с вами разбираться. Компания Электромотор Итак, открываем нашу коробку и сразу попадаем в такое царство бензопилы торговой марки Белмотор. Так, смотрим, у нас здесь есть крышка сцепления и ручка отжатия и зажатия нашего тормоза цепи. Дальше сама бензопила, вот такая вот у нее красивая раскраска серо-красная. В принципе, будем разбирать с вами. Сразу хочу отметить, открыли коробку и есть такой характерный запах некачественного пластика, ну такой едучий химия. Дальше идем. Такие ножны для защиты пилищей гарнитуры. Шина. Шина у нас в комплекте идет длиной 45 сантиметров. Шина торговой марки Белмотор, не брендовая. Вот, есть. Дальше. Инструкция. Инструкции есть на русском языке у нас тоже, поэтому в принципе проблем с этим не будет. Бутылочка для смеси горючей жидкости, топлива с маслом. Набор инструментов для сборки и разборки данной бензопилы. И, собственно, сама цепь у нас идет. Цепь у нас, в принципе, как и во всех бюджетных вариантах, цепь с шагом 325 и посадкой 1.1. Вот. Давайте будем собирать и смотреть, что у нас получается и делать уже более конкретный глобальный обзор на бензопилу. Итак, приступим к сборке нашей бензопилы и к более глобальному обзору. Сразу хочу сказать, мы заранее установили вот этот зуб упора, 4 зуб с помощью шестигранника, который идет в комплекте, и двух болтов, которые тоже идут в комплекте. Мы его закрепили, дабы не терять время, и переходим к сборке. Что мы видим здесь под крышкой сцепления? У нас здесь есть цепи-улавливатель. Вот такой он пластмассовый, жесткий. В принципе, ну, есть конфузы, мы видим, что пластик гнется. Поэтому при сборке и разборке аккуратно, чтобы нигде ничего не поломать. В принципе. Так, муфта. Муфта у нас находится над передаточной звездочкой. То есть, вверху, соответственно, мгновенная остановка цепи закрепляется сверху на муфте. Поэтому, чтобы отеть цепь и пильную гарнитуру, сначала нужно завести за звездочку, потом только одевать на шину. Звездочка и наше само кольцо сцепления. Мы видим, это один и тот же, в принципе, материал, один и тот же, скажем так, цельный сплав. Поэтому замена, одна и та же деталь, да, можно и так сказать. И замена, в принципе, если ломается, допустим, зуб на звездочке, то меняется полностью вместе с кольцом вся деталь. Это минус. Потому что есть пилы, даже и китайские, у которых звездочка идет отдельно. Так, здесь мы видим сразу же поглотители вибраций. Вот, один, два, резиновый. Нету поглотителя, по крайней мере, я не вижу такого амортизатора на ручке. В комплекте, ни снизу. Вот мы видим, нигде, в принципе, ничего нет. Есть амортизатор двигателя, вот такая пружинка, как бы, стоит. Дальше, идем. То есть, самая дешевая такая? Самая простая алюминиевая, да, ручка. В принципе, я не знаю, насколько они там выдерживают усилия, но тоже нужно будет делать это все с умом. Для того, чтобы установить нашу, в принципе, пильную гарнитуру и пила была к работе, берем шину 45-сантиметровую. Здесь уже есть на шине, в принципе, рисунок, как правильно установить цепь, в каком направлении, как должны быть зубья. Но это мы еще расскажем. Садим нашу шину на два болта, которыми будет крепиться. И дальше заводим цепь. Цепь. Цепь устанавливается по рисунку. Если такого нет, то срез большого зуба, который мы видим, должен идти по направлению движения цепи, то бишь против часовой стрелки. А с помощью зубьев посадки, вот они, мы их садим, заводим в прорез, который находится на шине. Все довольно-таки просто. Сначала заводим на передаточную звездочку. Вот, закрепляем. И дальше, в принципе, саму цепь садим в прорез на шине. Вот так вот это все легко и просто делается. Цепь, я хочу сказать, сразу отметить, в комплекте идет самая дешевая. Вот, но для начала ее, в принципе, хватит. Потом, конечно же, нужно будет подтачивать и постоянно за ней следить. В комплекте также идет, обращаю ваше внимание, в наборе инструментов, напильник для заточки цепи, для заточки зубьев и так далее. Вот так вот выглядит наша пильная гарнитура в сборке. Теперь можно закрывать это все крышкой сцепления и, в принципе, натягивать цепь и приступать к работе. Что мы, собственно, и делаем. Для начала мы снимаем тормоз мгновенной остановки цепи. Вот он у нас уже снятый. Для того, чтобы кольцо тормоза не стало на муфту. Если оно будет сжато, соответственно, не станет, крышка будет стоять криво. Так, садим на два болта. Еще один момент, который хочу отметить. У нас здесь есть вот такой вот болт натяжения. Вот этот вот паз, который, собственно, вытягивает шину для того, чтобы натянуть нашу цепь, должен попасть в прорез на шине. Вот он. Если он не попадает, точно так же крышка не становится и цепь не натягивается. На это тоже обращайте внимание во время установки крышки. Так. Устанавливаем. И закрываем. Все. Все стало, все захлопнулось. Нам осталось только закрутить две гайки, но не затягивать до тех пор, пока мы не затянем, собственно, нашу цепь не натянем и наше пила не будет к работе. Если мы затянем вот эти вот две гайки, шина не будет выдвигаться и, в принципе, цепь не натянется. С этим тоже возникают некоторые вопросы во время того, как натягивает цепь. Еще один хочу обратить ваше внимание по поводу болта натяжения. Вот мы видим отверстие на крышке, которое находится сбоку. Очень классно, когда болт натяжения, именно выход его здесь. Потому что очень удобно, комфортно, спокойно натягивать, ничего не мешает. На коробке наш производитель указывал такую надпись, что болт натяжения находится сбоку. Он не мешает. Но в комплекте, по факту, мы видим немножко другую картину. Болт натяжения у нас находится с торца бензобилы. И, соответственно, при том, как мы будем натягивать, собственно, нашу цепь, нам будет мешать уже готовая пильная гарнитура, шина и так далее. С помощью ключа, который идет в комплекте. Вот он такой Т-образный. Давайте будем пробовать там смотреть. Ну, уже как бы не стыковки по поводу надписи на коробке и самого продукта. Мы собрали, натянули уже нашу цепь. Вот мы ее видим. Хочу дать вам небольшую хитрость по натяжке. После того, как вы установили крышку, наживили две гайки, натянули цепь, сделайте небольшую манипуляцию для того, чтобы пила служила дольше. Мы берем за кончик нашей шины и поднимаем ее вверх. После того, как мы поднимем вверх, не затягивая вот эти гайки, что самое важное. Наша шина выйдет вперед. Точно так же, когда вы будете пилить, шина будет подниматься вперед. Здесь будет провисание вашей цепи. Вот мы поднимаем шину и еще подтягиваем нашу цепь до упора. И в таком положении поднять шины, в верхнем положении, мы затягиваем вот эти вот две гайки, дабы натянуть цепь полностью. Если этой манипуляции не сделать, то, в принципе, будет очень быстрый износ цепи, что нам не нужно. Это такая хитрость. Запомните ее, пожалуйста, делайте. И, в принципе, ваша пила будет служить вам дольше. Так, наша пила готова к сборке. Давайте проведем внешний обзор, внешний, в принципе, что у нас здесь есть, что предлагает производитель и как этим всем пользоваться. Для начала, здесь у нас есть воздушная заслонка. Когда мы выдвигаем вот эту вот ручку, заслонка закрывается. Когда закрываем, заслонка открывается. Поступление воздуха в карбюратор. Дальше. Тумблер кнопки зажигания. Самый простой, самый дешевый. Даже нет указателя, в каком положении включено, в каком выключено. Поэтому все это проверяется методом тыка. Это кнопка, это фиксатор газа. Объясню. Во-первых, здесь есть предохранитель от произвольного нажатия газа. То есть, пока мы не нажмем вот эту ручку, кнопка дросселя у нас не нажимается. Вот мы ее видим. А здесь есть вот такая вот кнопочка, когда мы, допустим, пилим что-то либо очень большое, либо что-то долго, постоянно, дабы не уставала рука. Мы зажимаем газ и закрываем кнопкой. Таким образом, газ у нас остается зажатым в определенном положении. Пила работает постоянно. Хочу обратить ваше внимание сразу на двигатель. Он такого серого цвета. Это хромонадиевое покрытие. Есть также у нас, в принципе, поршневая с темного цвета, черного, с некрасивым покрытием. Хромонадиевое покрытие, оно более, по-простому сказать, дешевое. При таком покрытии двигатель выходит из строя быстрее. Ну, приблизительно 2 года. 2-3 года. С некрасивым покрытием от 5. Да, поэтому, как бы, смотрите сами. К чему это все? Если вы хотите долго работать на зажатом газе, чтобы пила постоянно держала обороты, обращайте внимание на то, что двигатель может нагреваться. Так, идем дальше. Нагреваться, так сказать, сильнее и быстрее, да, потому что любой двигатель нагревается. Так, здесь у нас, хочу обратить внимание сразу, как бы фиксатор газа есть, а самого простого праймера у нас здесь нет. Ручного подсоса, подкачки топлива в карбюратор. Это тоже минус, могут быть вопросы при заводке нашей бензопилы. С обратной стороны, здесь бак для заливки топлива, смеси бензина с маслом, и бак для залива масла для смазки цепи. Вот они. И, собственно, ручной стартер. По поводу, есть ли функция легкого старта, на коробке, по крайней мере, не написано, но, судя по объему крышки, я думаю, что он есть. Это тоже минус, потому что это, как говорит наш сервисный центр, в китайских бензопилах, в самых дешевых, это одна из главных деталей, которая первая выходит из строя. И во внешних пластиковых. Внешне, я сейчас к этому подойду, конечно. По поводу пластика, по поводу всего. Нет ни одной металлической детали, понятно, кроме двигателя, да, и так далее. То есть, весь он пластиковый, пластик везде, мы видим, да, люфты, везде шатается, гнется, ну, плюс воняет, конечно же. Поэтому само качество непосредственно такой оболочки, да, коробки данной бензопилы очень-очень сомнительное. На ручке сразу мы видим, есть сковы вот такие вот. Вот, поэтому смотрите аккуратно, чтобы нигде не задеть, не пораниться, можно их зашлифовать. Ну, это тоже, так сказать, дополнительная работа, которая есть. Самая дешевая китайская пила. Да, но многие скажут, да, ну, что вы, зачем вы это показываете? Ну, ее цена на рынке 1200 гривен, чтобы вы понимали. Мы же готовы вам ее отдать по промокоду, который я скажу в конце этого видео, для подписчиков нашего канала, 999 гривен. Так, идем дальше. Верхняя часть крышки, вот, которую мы видим, все-таки болтается с люфтами и так далее. Мы ее открываем, такая пробковая у нас открутка, открываем. И здесь мы видим фильтр воздушный у нас стоит. Фильтр стоит более-менее, на удивление, хороший. Это синтетический такой фильтр. Вот, сеточка, он промывается, кстати, бензином, не водой. Такое вам замечание. Дальше идем. Попадаем в зону карбюратора. Карбюратора модель карбюратора Wanli или Wanline, как-то вот так вот. Но, если есть надпись бренда, я хочу сказать, что уже не самый дешевый, не самый китайский. Еще пластмассовые патрубки. Да, пластмассовые патрубки. Трубки мягкие, вот, нигде не пережаты, в принципе, в комплектации. Покажу, как работает у нас воздушная заслонка. Вот мы выдвигаем ручку, она закрывается, фиксируется и точно так же открывается. Есть ли функция, видите, нет функции автоматического открытия заслонки. На это обращайте внимание. Если будет закрыта заслонка и будем газовать, пила будет глохнуть. Поэтому после того, как завели, обязательно открываем подачу воздуха. Так, по свече. Свеча. Снимаем люльку. Сразу такой минус. Мы видим пружинку внутри, на которой одевается на контакт. Обращаю также ваше внимание. Очень-очень некачественно и плохо. И сервисный центр предупреждает, что это тоже одна большая проблема. Когда пропадает искра и люди начинают задавать вопросы ненужные. Тоже обращайте на это внимание, чтобы все правильно садилось. Свеча L7, да? Свеча, да. Свеча модели L7T. Вот, без имени. Не нашли мы даже в гугле информацию о производителе. Ну, свеча стоит 1 доллар, по-моему, да? Что-то такое мы смотрели. Полудоллара даже. Какие могут быть еще вопросы за такую цену? Поэтому при покупке данной бензопилы сервисный центр дает такой небольшой совет. Сразу поменять цепь. То есть поменять цепь, допустим, поменять карбюратор на более там свечу. Все, да, шину можно все поменять. Оставить только сам двигатель и пила будет служить дольше. Так, будем собирать. Одеваем пружинку, мы видим, да? Одеваем ее хорошо, фиксируем. Закрываем. Перед этим надо... Вот уже возникают вопросы. Обратимся за помощью отвертки. Смотри, не сломай еще отвертку. Кстати, по поводу отвертки и свечного ключа, который идет в комплекте. Ну, вы сами видите, во-первых, его цвет. На ощупь непонятно, но, скорее всего, какой-то медный сплав. Очень мягкий. Поэтому с собой лучше носить при работе с данной бензопилой более качественный свечной ключ. Во-первых, очень тонкий. И при откручивании свечи он просто может согнуться и так далее. Поэтому лучше взять свой более качественный. Так. Закрываемся. Ну, все туго очень идет. Как бы все очень туго закрывается, одевается и так далее. Так. Одеваем наш фильтр. И, в принципе, закрываем крышкой. На саму замену фильтра, если вот просто заменить фильтр, уходит там буквально пару минут. Поэтому, как бы, это плюс. Такое не нужно никуда далеко лазить, что-то думать. Если есть в комплекте запасной фильтр, этот просто снимается, моется. Новый ставится. И, в принципе, все. Наша пила готова к работе, друзья. Вот. Дабы завести данную бензопилу, во-первых, мы снимаем с тормоза цепи. Во-первых, рекомендуют так на сервисный центр снимать, чтобы обязательно было, чтобы во время заведения там и так далее, если случайно там нажали газ или еще что-то, или пила дала обороты, не сорвать тормоз и, в принципе, не вывести пилу из строя. Ногой пилу мы ставим на твердую поверхность. На ручке есть вот такой упор, в который мы упираемся ногой, дабы пила никуда не скользила. Дальше закрываем подачу топлива, подачу воздуха в карбюратор. Мы закрываем воздушную зазвонку. Не забываем включать зажигание. Вот это уже будете решать сами, в какую сторону. И делаем несколько рывков. Подкачки топлива ручного нет, праймера, поэтому, в принципе, все засасывается автоматически. Делаем несколько рывков нашим ручным стартером. Как только мы услышим характерный хлопок, что пила начинает заводиться, мы открываем подачу воздуха и повторяем операцию еще раз. После этого пила заводится и, в принципе, готова к работе. Даем ей буквально, если, допустим, в такую погоду, как сейчас, что прохладно на улице, даем ей пару минут поработать. Прогреваем и, в принципе, можно работать. По поводу ручки еще хотел сказать, вот я за нее взялся и как раз обратил внимание. Вся ручка у нас орехленая, полностью вся, что не дает им, как бы, руке возможности там скользить, проскальзывать во время работы. Это тоже такой своеобразный плюс, но ручка шатается. По качеству ручки, в принципе, мы сказали уже свое мнение. Это наше субъективное мнение. Друзья, чтобы приобрести данную бензопилу компании Биомотор, достаточно позвонить нашим менеджерам по номеру 53038. Рекомендованная цена на рынке 1211 гривен. Если вы являетесь подписчиком нашего канала и нашему менеджеру скажете промокод пива, то в течение месяца после выхода данного ролика вы можете забрать этот продукт за смешную цену в 999 гривен. Ждем ваших звонков. Субтитры сделал DimaTorzok